Доброе утро всем отпускникам, вернувшимся из увлекательных путешествий. Или же овощного пребывания на морской гальке. Ну, у кого как сложилось. И привет тем, кто не имел возможности поехать в какое-то красивое место и провел нынешнее лето, так сказать, невыездным. Пока. Не отчаивайтесь. Жизнь иногда такие выкрутасы выделывает, что просто диву даешься. Сужу это на основе собственного опыта. Так вот, сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о прошедшем лете. Вдруг они, эти впечатления, кому-то пригодятся. Итак, непутевые заметки или как я провел этим летом. И было мне открытие, очень меня удивившее. Вот попробуйте-ка догадаться, что это за место такое. Если бы я был на вашем месте, то, скорее всего, предположил бы, что это какой-нибудь модный курорт типа Сан-Тропе или Биориц. Ну, в общем, что-нибудь такое престижно-глянцево-гламурненькое. Согласны? Так вот, любезнейшие снобы, это совсем не лазурный берег. Это Болгария. А точнее, самый молодой и самый модный ее курорт Святой Влас. Люди старшего поколения помнят крылатую фразу «Курица не птица, Болгария не заграница». Так говорили насмешники в советские времена, имея в виду, что Болгария – это вроде бы как 16-я республика СССР. Но заграница не заграница, а получить путевку на болгарский курорт было мечтой для очень многих – гомосоветикус. Длинные пляжные полоса, вдоль которой тянутся отели, а тогда они казались высоченными. Какая-то иная, не кондово-советская, а легкая и праздничная атмосфера – все это мало походило на наши черноморские здравницы. Господи, как же все изменилось с тех пор. И мы, и наше представление о комфортабельном отдыхе. Так уж получилось в географии моих путешествий, что объехав примерно полторы сотни стран, далеких и не очень, экзотических и не слишком, я лишь недавно добрался до Болгарии. Причем те мои друзья-приятели, что уже побывали в Болгарии, правда в основном на зимних курортах, очень тепло отзывались о стране. Говорили о необычайно низких ценах, особенно на еду, в ресторанах. Отмечая при этом прекрасную кухню, простую, здоровую и экологически безупречную. Хвалили лыжную каталку. Горки хоть и не Заньки, не Альпы, конечно, но вполне пригодные для того, чтобы испытать удовольствие от спуска. Но особенно подчеркивали необычайно дружеское и теплое отношение Болгар к русским, причем на всех уровнях и во всех сферах общения. Они говорили, тебе там очень понравится. Я вежливо кивал головой, говорил, конечно, конечно, но... И вот прошло 30 лет и 3 года, и ваш Емеля на своей печи заявился-таки на болгарской побережье модного морского курорта Святой Влас, что находится по соседству с именитым солнечным берегом. Сегодня это место называют Болгарской ривьерой. Некоторые даже восторжены именуют его болгарским Сан-Тропе. И в этом есть своя правда. Все приметы современного, очень комфортабельного, я бы даже сказал, респектабельного курорта у него налицо. Святой Влас – курортный городок, состоящий из трех десятков комплексов апартаментов, различающихся по площади, расположению относительно моря и, соответственно, по стоимости. Это курорт клубного типа. То есть он, как маленький город, имеет полную городскую инфраструктуру. Здесь есть все, что необходимо человеку для удобного проживания. У каждого комплекса апартаментов непременный бассейн. В городке 13 ресторанов с кухнями со всего мира – итальянской, греческой, японской, ну и, конечно, болгарской. Для любителей ложиться спать на рассвете есть дискотека – модная и шумная. Два ночных клуба и пьяно-бар. Да не пьяный бар, Зинаида Степановна. Ох, пенсионеры, а пьяно-бар. Здесь выступают самые любимые, самые популярные болгарские звезды. И молодые, и старички, такие, как Василий Найденов и Лилия Иванова. Ну, люди старшего поколения хорошо помнят эти имена. На их ретровые, но по-прежнему любимые концерты съезжаются даже из соседних курортов. Аушлягер всех времен и народов «Миллион алых роз», как я заметил, в Болгарии разбивает повсюду, словно это национальный болгарский гимн. Пауз на все времена, вернее, на все народы. На территории курорта три прекрасно оборудованных и очень чистых пляжа. Большой, почти древнеримский амфитеатр для проведения концертов и спектаклей, несколько мини-маркетов и магазинов. Отделение банка, медицинский центр, аптека. Есть даже красивейшая православная церковь Святого Власа. Именем этого святого, собственно говоря, и назван городок. Очень симпатичный храм получился, светлый и по своему настроению и оформлению. Храм построили на том самом месте, где в 14-15 веках стоял монастырь. Это удивительное место. Прихожане говорят, что если встать в самом центре зала и закрыть глаза, то очень скоро можно почувствовать головокружение, словно какая-то неведомая сила раскачивает тело из стороны в сторону. Верующие объясняют это тем, что именно на этом месте находился когда-то священный алтарь. Храм посвящен святому великомученику Власию. Он служил епископом в турецкой Каппадокии. В то время римляне жесточайшим образом преследовали христиан. И чтобы отвести беду от жителей города, Власий покинул свой храм и укрылся в горах. Словно понимая, кто стал их соседом, к его укрытию приходили все лесные звери. Они терпеливо ждали, когда Власий закончит молиться. Старец выходил из пещеры и благословлял их. Вот так, благословляя и исцеляя людей и зверей, он молился за весь мир. Однако по доносу он был схвачен римскими легионерами. Власий принял мученическую смерть. Но до последнего вздоха он был верен Христу и демонстрировал своим мучителям чудеса веры. Во времена крестовых походов мощи великомученика перенесли в Европу. Частичка их хранится теперь и в этом храме. Здесь же хранятся и мощи еще одного почитаемого святого Андрея Первозванного. В Золотом кресте хранится снип с креста, на котором был распят Христос. В один из дней монахи принесли в храм мощи святой Блаженной Матроны, прах которой покоится в стенах Покровского монастыря в Москве, святого Варнавы, святых Киприана и Елены, святого Петелимона Целителя, святого Георгия, покровителя воинств. Именно благодаря этим реликвиям этот храм стал местом паломничества верующих. Вдоль набережной променады расположена гавань для яхт. Те, кто в отличие от меня разбираются во всех этих яхтенных премудростях, говорят, что таким современным оснащением может похвастаться далеко не каждая яхтенная марина. Ну, во всяком случае, на Черном море ничего подобного нет. Шесть лет назад проект этой марины, то есть порта для яхт, получил одну из самых престижных наград, своеобразный такой Оскар, присуждаемый в области оригинальных и современных проектов. Вместимость этой парковки – 300 яхт. Причем здесь могут фархтоваться даже королевские яхты класса люкс размером свыше 25 метров. То есть, если бы сюда вдруг приплыли на своих яхтах 20 Абрамовичей, они бы все поместились в этой марине. Припарковавшись, владелец плавучего средства тут же получает возможность подключиться к водоснабжению, электросети, кабельному телевидению и интернету. И здесь же, в порту Марины, можно отремонтировать какую-то поломку, пройти обучение в вождении яхты или же нанять капитана для плавания. Или, в конце концов, просто купить яхту. А что, разве мало дурацких и ненужных покупок мы делаем во время отдыха? Кохточек, сумочек, яхт? К вечеру нарядная публика высыпает на променад. Ни в какое другое время дня мир не выглядит так чудесно, как на закате. Согласитесь, в воздухе словно повисает какая-то пауза. Будто природа говорит нам, эй вы, прекратите свою суету. Постойте же, посмотрите, почувствуйте. Я совершаю это чудо для вас каждый божий день. А часто ли вы это замечаете? Увы, непростительно не часто. Закатное солнце, что торжественно опускается в горы, окрашивает все вокруг в романтичные тона. Голубые очертания берегов, покачивающиеся силуэты яхт, золотые блики воды. Эту прелестную нимфу, что в соблазняющей позе позволяет любоваться собой какому-то счастливчику, скрывающимся от любопытных глаз. Впрочем, вот и сам счастливчик. Чудесная пара. Но я же говорю, закат – это очень романтично. Местечко Святой Влас находится в пяти километрах от солнечного берега. Если кто заскучает по шуму, гону и суете, добро пожаловать на солнечный бряк. Там и многотысячные дискотеки до утра, и прочие прелести большого курорта. Но я бы все-таки посоветовал отправиться не за ПТУшными дискотечными радостями, а за тем, что может обогатить вас и культурно, и эстетически. А за этим лучше ехать в соседний городок Нисебр. Нисебр – это город-музей. Он является одним из старейших городов не только Болгарии, но и Европы, поскольку был основан более трех тысяч лет тому назад. Он часть мирового культурного наследия и находится под эгидой ЮНЕСКО. Но это все буклетные словеса, а на деле это полуигрушечный, очень кинематографичный городок, словно упрямая морская птица, что свела гнездо в зыбком просторе воды. Всю свою долгую жизнь Нисебр отстаивал себя в схватке с морем, стараясь утвердиться в нем покрепче. За всю историю его существования почти половина города ушла под воду. Там, под водой, городские стены античного времени, колонны и, уж без сомнения, греческие амфоры IV века. Здесь история в самом деле очень наглядно лежит слоями. Старый Нисебр совсем крошечный городок. 800 метров в длину и каких-то 300 метров в ширину. С суши его связывает узкий перешей, по которому сюда попадает все. Вода, продукты, свет, связь, ну и, конечно, наш брат-турист. Здесь нынче проживает чуть больше тысячи жителей, а город имеет статус музея. Это значит, что каждый житель Нисебра является сотрудником этого музея. Каждый дом города, бережно хранимая реликвия, каждый древний камень, а других здесь попросту и нет, это бесценный экспонат. Когда-то здесь в маленьком Нисебре было около 50 церквей. Его даже называли Балканским Иерусалимом. Но сегодня сохранилась лишь их пятая часть. Самая старая сохранившаяся церковь Нисебра – базилика Святой Софии или Старая Метрополия. Представьте только, это пятый век. Все материалы для ее постройки везли из Византии. А эта красавица не только самая большая, но и самая впечатляющая церковь Нисебре. Бело-красная, словно вышитая усердной болгарской тетушкой. Церковь стоит на высоком берегу. Она видна всем морякам, возвращающимся из плавания. Ее возраст – шесть веков. В народе ее тогда нарекли «неосвещенная». Дело в том, что мастер, украшавший церковь, влюбился в дочку Ктитора, то есть того, на чьи деньги строился храм. Богатый папаша-спонсор ни в жизнь не согласился бы отдать свою дочь за какого-то там гастарбайтера. И несчастный влюбленный, не закончив работу, бросился с крутого берега вот в этом самом месте. И морская пучина поглотила его. В результате церковь так и осталась навеки незаконченной и неосвещенной. Но все равно очень красивой. Мы застали один из главных церковных праздников в городке Несебр. Он начинался в храме Святой Богородицы. Эта церковь известна далеко за пределами Несебра своей чудотворной иконы «Успение при Святой Богородице». В конце лета, накануне праздника, Святой Девы, верующие выносят икону из храма и проносят по улицам города. Многие проводят всю ночь у иконы Богородицы в надежде на помощь и исцеление, в надежде на чудо. С чудотворной иконой связана одна недавняя история. Дело в том, что несколько лет назад икону похитили. Не только Несебр. Вся Болгария была в состоянии шока и оцепенения. Газеты тогда вышли с кричащими заголовками «Похищена одна из самых ценных икон Болгарии». Возможно, что это было совпадение, но по городу прокатилась волна несчастья. За короткое время в автомобильных катастрофах погибло 25 молодых людей. Для маленького Несебра это была страшная цифра. Тогда даже неверующие заговорили о том, что город утратил защиту Богородицы. По счастью, реликвию вскоре вернули. Правда, без ее серебряного оклада. А несчастья? Несчастья прекратились. Правда, митрополит сказал тогда прихожанам. «Икона вернулась и вновь вам будет помогать. Но и вы, родители, помогите. Перестаньте покупать своим детям эти дорогущие машины. И несчастья прекратятся». Тысячи кубуков стучат по вековому вылыжнику узких улочек. Бесконечная река туристов обтекает игрушечные несебрские домики, сложенные из морского камня. Порыв свежего ветра внезапно проникает в самый маленький переулок. Морская солевремя оседает на древних храмах. И каждая улочка в конце всех своих изгибов внезапно обрывается в море. Это старый Несебр. Поток туристика Вульгарио забирает в себя все, что попадается на его пути. Кофе-фрапе на углу в кафешке, рюмочку ароматной ракии, местную незамысловатую живопись, любимые тетушками вышитые полотенца и салфеточки, новодельный антиковыряд, широкий ассортимент товаров из меха и кожи, особенно актуальных на жаре, всевозможные побрякушки, которые, будучи привезенными домой, вызывают удивленный вопрос к самому себе. И чего ты напокупал-то? Кажется, не осталось ни одного укромного уголка, ни одного тихого переулочка. И вдруг, а такое всегда случается вдруг, открывается какая-нибудь потайная зеленая дверь, и ты оказываешься в другом пространстве. Так случилось и со мной. Я оказался на совершенно безлюдной улочке и завороженно смотрел на маленькое оконце на втором этаже старого дома. Нет, я ничего не увидел в этом окне, в нем лишь колыхала занавеска. Но там, за ней, кто-то невидимый наигрывал на фортепиано бетловскую «Естедэй». И она медленно растекалась в тишине. И все, больше ничего не произошло. Но отчего-то эти звуки из-за этой занавески показались мне такими созвучными именно этому месту. Вот таким я и заполнил крошечный древний городок Несебр. Это я к тому, что для каждого из нас впечатления, словно стекляшки в калейдоскопе, могут сложиться вдруг в совсем неожиданную картинку. Совсем не ту, что увидят все остальные. Но это будет ваша картинка. И в этом ее бесценность. Ну, как я вас заболгарил? Это получилось практическое пособие по выбору места отдыха. Надеюсь, я был убедителен. Ну, во всяком случае, мне там очень понравилось. Но материал я отснял гораздо больше, чем вам показал. Так что я думаю, что в ближайшее время мы с вами продолжим знакомиться с этим курортным местечком. Ну, а пока, пока ваш попутчик ДК.